МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларуси Виктор Сарачан. Дипломат сустрелся со старшиней Гомельского облаканкама Владимиром Дворником. Почас перемога была дадена оценка стану супрацовництва нашего региона и Молдовы и вызначены новые шляхи взаимодействия. Все лето Виктор Сарачан прибыл в Гомель в другой раз. Подставой для первого визита была международная выстава «Весна у Гомеля», якая послужила добрым импульсом для развития двухбаковых относинов. С того момента прошло несколько месяцев и уже зараз зауважный рост товарообороту. После сегодняшней встречи у Аблвыконками дипломат наведал Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. Там провел перамовы с деловыми колами региона. Обмерковывалось супрацовництво уречища медицинского туризма и умоцывание совмещений между малым и средним бизнесом. Виктор Сарачан отзначил, что в Молдову цикавить створение совместных с Гомельщиной вытворчастей. До речи, подобный опыт уже есть. На территории Молдовы сбирают белорусские троллейбусы и тракторы. Иснует зацикавленность и до сборки наших комбайнов. У свою чергу Молдова готова продоставить свою садовину для перепрацовки у нашей краине. А так само больше широко пропоновать белорусскому покупнику легендарное «Молдавские вина». Сегодня актуальна тема какой-то кооперации в одной и другой стране. Нам интересен рынок евразийский, потому что белорус имеет преференции на этом рынке. Мы не имеем. И вот наши продукции можем свободно выходить на этот рынок. Вторая самая ситуация и по Евросоюзу. Мы имеем преференции с Евросоюзом, Беларусь не имеет. Поэтому в этой связи вот эти кооперационные связи с одной и с другой стороны, то есть на территории Молдовы, они могут сыграть очень серьезную роль в наших отношениях торговых. Даречи в осенью этого года делегация нашего региона плануя наведать Молдову. Там отбудется подписание погоднения в супрацовнестве помеж Гагаузией и Гомельской областю. Гомельская областей для комбайнерской областей для комбайнеров к суп-искроведка. Працовный день починается перед рейсовом медицинского огляду, как и в попередние дни на алкотесте одни нули. Все работники абсолютно твя розы. По великому рахунку инших покажиков никто не чекал. Заявление на праце в стане навод самого легкого алкогольного опьянения обовязково приведет до самых жорстых мер покарания и не только материальных, а тому разыковать никто не жадает. Что тыльца керавництва господарки, то я е обовязок створить все умовы для беспечной бесперапытной работы. Нема заувагу представников профсоюзов и у филиаля агрофирмы Республиканского унитарного предприемства Гомельэнерго. Учера тут завершили уборку сбоживок. Теперь техника рестуется выйти на палетки с гречкой и кукурузой. По вугле, с початку жнева техничные инспекторы проверили 14 районов. Выявленные порушения невельми значные извычайно ликвидовались практически одразу. На думку проверяющих, не о опошенном чергу это следство проведенного на периоде Днежнева областного месячника без пеки працы. Количество несчастных случаев благодаря вот такой предварительной профилактической работе уменьшилось. Мы уже посетили 14 районов, 38 хозяйств. Такие незначительные нарушения оперативно устранялись, но если говорить все-таки о цифрах, выявили все-таки 318 нарушений. За речи, только пытаниями беспеки працы увага профсоюзов не обмежевывается. Областная организация Белорусского профсоюза работников Охова здоровья контролируя якость харчеванием в акционерном товаристве Калининске горячие стравы на палетке проводят двойче на день. Уже у 7 годин ранницы повары на своих прославных местах на обед необходимо приготовить около 40 порций. Каждый день прикладно у 10-30 ранницы в столовую агрогородка Перорост приезжает специальная механизатору перевозить его в таких контейнерах. Сегодня в меню борщ, рысовая каша с гуляшом, 200 граммов сметаны, пятная вода и компот с яблок. С уликом высокой температуры поветра за обеспечение працующих на жневе пятной водой в эти дни областковые умовы. А в причатах представники профсоюзов работников Охова здоровья проверяют наявность у водителей медицинских аптечек, а так само их комплектность. Хоть только этим увага до здоровья оказать любую необходимую допомогу. Бригады скорой помощи активизированы на эту тему. Выделены в стационарах отдельные дополнительные койко-места как по терапевтическому профилю, так и по хирургическому. Потому что вся эта вот работа она несет и физическую, и моральную нагрузку, и люди иногда декомпенсируются. Поэтому нужно оказывать не только амбулаторную, но и стационарную помощь. У Иваковской амбулатории огульной практики на период жнива час работы поведенчився. Тут так само готовые у любых момент принять тих, что мая у этом потребу выехать на место самим. Необходными кадрами установа забеспечена недохов у леков так само нема. Готовность номер один постоянная. Мы выезжаем, оказываем первую помощь в связи с перегревом, либо если стало какие-то соматические нарушения, какие-то неотложные состояния. Если человек транспортабельный, значит мы везем на своей скорой помощи. У нас есть своя машина. На мегдворе акционерное товариство Калининске каждый день вздымается стяг у гонор передовеков жнива. Завтра тут повинны заявиться первые тысячники. Для того, как добро працевать, необходимо быть первым. Олег Сентюров, Сергей Рукашук, телер ради компания Гомель. А на Готшовским районе. У открытым акционерным товаристве Тихинич эту отзнаку передолили одразу некольки экипажа. Вызначились так само водители тысячники. Это досветченные работники господарки и таки выник ими досягнуты неупершинем. Все идет своим чередом, как обычно. Стараемся, работаем. Тяжело, но стараемся. Дело в том, что надо подготовить технику до уборочной. И потом техника работает надежно и никаких перебоев. Ну и постоянно, конечно, за ней следить, ухаживать. И все будет хорошо. У адрес передовиков ухудшать подяки за пленную працу. Яна отримливает подарунки и грошовые премии. Настрой подримливает концертная программа. Традиция по всей республике. Буквально мы именно в тот день, в тот час на поле всегда находим возможность поздравить наших передовиков. И лидеры, надеюсь, будущие передовики. А Тихинич это наш лидер республиканское уровень. Это одно из валообразующих хозяйств. И лучшие животноводы, одни из лучших в республике. И механизаторы молодцы. Уборочная у Тихинич завершится совсем худко. Убрано больше 90% площадь. Урожайность тут некольки высшейшая. Зарайонные и областные показчики 32 центнер из гектара. А гульный на молот складая 7000 штон. Урегион вертается спякота. Обвешаны оранжевую зровень небеспеки. У такое надворье медики раяць меньше знаходится под промыми солнечными променями. Коли гэта непозбежно треба оборонять голову капелюшами и парасонами. Сёння максимальная температура поветра досягнет 32 градусов. А завтра будзе ясчэ гарачей до плюс 34. Спякота захаваецца и на выходных. На воде. Особливая увага детям. Батьков просят не покидать их без нагляду на пляжах, не дозволять нырать загороджау або берега и спынять свободствы на воде. Малых одных у воду отпускать категорична нельха. Завтра у Гомели пройдет фестиваль безпеки для дятей. Профилактичные акции отбудятся о 10-й године на открытой плясоцей по проспекте Космонавтов И опошнее поведомление. У Гомели уведены еще один экспериментальный маршрут громадского транспорта. Троллейбус номер 11-Б 3 месяцы будет ездить от завода Литяй-Нармалев до Сонечной у Прамым и Зворотным на Прамках. И он будет рухаться по Рычицким проспекте в улице Богдана Хмельницкого проспекте Космонавтов и в улице Могилевской. Коли эксперимент подтвердить мытазгодность маршрут захавают. ГТ а так само инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресі www.tvergomil.by Далее у эфири спортивный огляд с Максимом Савиным. До новых встреч у эфире.